всем привет от лены и оксаны и так друзья сегодня я делаю open house не одна не с детьми а с леночкой и ждут ковбоя тебе осталось сделать только шаг ну что осталось за кадром я принесла с собой кофеварку в этот дом, где мне сидеть с 2 до 4, но мы приехали на час пораньше я заварила кофе Новый Орлеан Южный Пекан и мы с Леночкой будем сейчас делать для вас видеоролик а хозяйка нам сказала что мы можем открыть холодильник так это что? виноград она украсила Наполеон обычно не украшают но, как говорится, каждая мастерица по-своему делает давай режем садимся чайной 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 и мы решили, пока никто не пришел, попить кофеевку с Наполеоном для людей, которые сюда придут я конфеты принесла Мишка на севере а так мы будем просто общаться обсуждать, так сказать, события что с нами произошло за последний месяц уже месяц прошел, да? господи да, мы в прошлый раз с тобой делали стрим это был сентябрь а, точно да у нас погода такая жаркая видите было похолодание пару дней всего лишь потому что проходил ураган, да? не ураган, а тропическая депрессия даже имени его не дали вот в общем так сегодня воскресенье да какой сегодня? 20 октября да 20 октября мы сначала с Леной встречались в ресторане где записали для вас видео про ресторан магазин восточный а до этого вот пятницу, субботу я с Сергеем работала вы в последнем ролике спрашивали как его нога потому что я загрузила ролик двухнедельной давности тогда он хромал но сейчас у него все нормально мы с ним вешали гипсокартон последние три дня делали, так сказать одну комнату одному клиенту когда будет время я смонтирую видео мы еще не закончили вот так что что касается ремонта все идет так за ноги Сергей 10 дней не работал ну что лестницу уронил она сильно ему палец ударила ну вот сейчас нормально у тебя как расписание ты какие сейчас часы работаешь? все так же 12 часов дежурства но ночное в этом месяце поэтому у меня еще осталось сколько? сегодня 20-е еще 5 дежурств до конца нет 5 дежурств до конца месяца неплохо и с этим ураганом маленьким все там начали бегать волноваться и так далее потому что для берегового храма это очень важно любые какие-то циклоны ураганы и так далее у нас очень много работы связанной с этим поэтому нужно и людей предупреждать чтобы не выходили на воду нужно спрашивать узнавать как бы как остальные юниты береговой охраны которые под нашим управлением если они готовы к сильным метрам сильным волнам и так далее то есть так я с тех пор стрима я же ездила в Мизури к подруге это было после стрима да расскажи что там за подруга кто же морячка тоже морячка мы с ней познакомились в одной из школ дополнительных которые я пошла и она базирована в штате Мизури Сент-Луис то есть посередине США да называется Мид-Ласт так больше да и я там никогда не была я вообще не была никогда в середине я по краям ездила но в середине не была вот я туда полетела она меня встретила она конечно же в этом даун-тауне в самом центре Сент-Луиса да как бы и у нее такая лофт квартирка то есть на втором этаже у нее спальня а внизу как бы как гостиная да да вот она платит конечно бешеные по моим меркам деньги а за это 1700 в месяц за вот это маленькое там даже нет двери которые закрываются то есть лофт да тоже там где у кровать все слышно внизу в Сент-Луис я я не поехала на моем машине я полетела туда я очень рада очень этому рада потому что с парковкой очень трудно и у нее маленькая такая машинка которую она паркует в этом подземном гараже мой тракт даже мне кажется по высоте даже не поместился вот туда просто а сколько билет туда стоит от мобила долларов 300 да там 300 с копейками я всегда при том покупаю страховку на билет то есть если мне придется изменить какие-то даты то это будет спокойно я смогу это сделать я лучше заплачу один раз 30 долларов за такую страховку чем потом если что-то мне изменится какие-то планы что-то случится потом билет просто угорает и придется опять 300 баксов понимаешь понятно вот мы с ней сходили на wine tasting там промо-вина дегустация вина это все удовольствие стоило 41 доллар и нам просто дали такую карту да со всеми местами где нам дадут пробовать вина и мы сами называются сами ходили искали как treasure hunt это было интересно потому что обычно wine tasting дегустация вина ты садишься и они тебе приносят там 3-4 разных а это они устроили такой охот называется ты ходишь ты ходишь везде да тебе дают на пробу вино и какой-то маленький бутербродик то есть наешься и напьешь он называется ну что какое тебе понравилось вино мне было честно мне было ее очень жалко мою подругу потому что я люблю вино которое сухое не сладкое да она наоборот любит сладкое и почему-то нам давали 90% вина которое нам давали это было сладкое не сладкое вино то есть она просто мне отдавала это все потом когда мы дошли до других пары других мест или 3-4 места когда что-то слишком для меня сладкое то есть мы с ним менялись понимаешь то есть потом кто кого вез домой отвечай честно честно отвечай она меня как сусанин вела обратно потому что я без понятия даже трезво не шла обратно наклюкнули вот ну мы мы же домой сразу пошли мы пошли на шоу трансвеститов дракт шоу вот это вообще было прикольно там там то есть заранее купила билет или можно было купить билеты на входе на входе на входе почем были билеты бесплатно просто нужно было им давать чаевые то есть они когда продаются потом подиуму там потанцуют и так далее они потом идут в зал да и вот если тебе нравится их костюм нравится макияж как они себя ведут ты даешь им чаевые ну понятно ну и конечно там напитки покупаешь потому что как же из этого ну короче этот вечер был я потом неделю отходила от вина и от этих кровавых нерей которые я пила ну было конечно интересно мне даже одна из этих женщин скажем так на улице на перекуре дала мне совет потому что я говорю типа как вы так на каблуках на этих шпильках не просто ходите вы просто танцуете да все такое она мне говорит если ты можешь дом убирать в каблуках ну там чистить там полынуть в каблуках и так далее пылесосить ты сможешь спокойно ходить и танцевать в них вот так вот они эти трансвеститы и скажем так практикуются перед шоу они по дому так вот ходят и она мне показала фотографию свою когда без макияжа без всего симпатичный мужик очень я вообще офигела вот ну вот так вот они конечно красавцы там все красавицы тоже было интересно было очень интересно я первый раз в жизни ходила мне так мне очень понравилось вот они там обычно вызывают даже если вообще если не думать что это шоу утрасвеститов а просто думать это что ты пошел на шоу как мужики переодеты в женщин да и то что просто будет прикольно это получается как вот маски шоу с одной стороны ну да ну да можно так сказать вон бабу ягу же в русской сказке мужчина играл правильно ну да и верка-сердючка это все да я понимаю да поэтому наоборот интересно особенно когда они они такие все забавные веселые да они такие как бы у них астрак ну язык такой острый острый да то есть они и сарказм и все и они там кого-то из толпы выберут и поднеслось начинают прикалывать то есть это было как камеди-шоу а не просто жопами на сцене да да то есть они они так хорошенько подготовились подготовились и прям вот на месте очень быстро думают знаешь про всякие там оскорбления и так далее да и люди выпадали в осадок выпадали в осадок и просто кайфовали даже если это их оскорбляли или просто ржали ну как бы это было интересно то есть конечно ну уж мне очень понравился в этом смысле мне нравится как она живет как бы в смысле ну она одинокая девушка у нее как бы нету парня да то есть сколько ее лет 35 да без детей без детей служит уже 12 лет что ли да и мы еще с ней прикалывались потому что она из Кореи да а я русская мы с ней гуляем она говорит люди сейчас будут смотреть корейцы и русские объединяются типа захват Америки пойдет она еще работает как бы у нее немножко по-другому все это сделано не как у меня не на военной базе а в федеральном здании то есть там все там и иммиграции и фбр там там офига да там огромное здание и она была на дежурстве в воскресенье я думаю про себя принесу ей там пиццу знаешь ну ей там у нее все служили кто с ней был на дежурстве взяла ей пиццу припорвалась туда а войти не знаю как входить потому что на воскресенье все заперто да я наконец-то дозвонилась выходит охранник говорит о типа вы куда пытаетесь я говорю ну я пытаюсь на седьмой этаж он такой а вы пиццедоставщик я говорю нет я перекрываю охрану я просто иду к своим он такой а хорошо проявил мою удостоверение блин наслаждение когда вернулась потому что она работала в фондельник тоже я пришла к ней потусываться там и тот же охранник такой привет перекрываю охрану где пицца вот то есть вот так потом когда я вернулась домой у меня такой неприятный сюрприз дал у меня муж решил повыделываться скажем так не хочу материться и с друзьями они вышли на лодке да ну на один из островов недалеко вот по анамасити да и он поэтому водосточный как спуску да который на лодке вниз летел в мелководье поломал себе ступню да именно ступню именно кость ступни я на него конечно зловая была сначала первая реакция была ты чем думаешь тебе не 20 лет что ты делаешь получишь травму убью вот я вот такой он же тоже такой весь бедный несчастный как бы мужчины если вы это смотрите ну я верно смотрите честно вы самые большие дети когда вы болеете это просто капец я с ним как провела 4 дня потом мне пришлось вернуться в мобилу на работу он меня загонял просто бедный несчастный прям убивают режут и так далее и мы сделали операцию до туалета сам мог доходить да на костылях мне было жалко него немножко потому что ну как очень немножко было жалко но в моем доме все туалеты и спали все на втором этаже если он хотя если он на кухне где-то было в костинной то есть туалет ему нужно по ступенькам ползти не ползти а прыгать на костылях понимаешь то есть мне было его жалко потому что когда им сделали операцию на ногу в Сиатле я тоже была одна никого никого не было со мной но у меня ступенек не было поэтому вот так вот то есть я сейчас сейчас он весь в реабилитации ему 30 числа снимают швы вот я пока здесь в мобиле потому что ну работа и честно говоря как бы он хочет чтобы у него отпуск и больничник по другому идут то что он не военный а гражданский который на военных работает да и потому что я по идее именно официально базирована в мобиле а он во Флориде тогда он может подать на бесплатные 45 дней отпуска больничные но мне нужно там не появляться бесплатные это значит неоплачиваемые не-не-не оплачиваемые но бесплатные в смысле не те которые он уже заработал из его как бы то есть у него есть больничные 45 дней нет у него намного меньше ему просто так дадут а понимаешь и он свои не будет тратить скажем так вот так вот я отпуск возьму когда у него после того как снимут швы у него начнется физическая терапия тогда ему нужна будет очень много помощи тогда я возьму отпуск мы так с ним как бы решили разобрались сейчас у него друг как бы живет в гостевой комнате то есть он ему помогает да и ему вообще я как бы я ему звоню он настолько на этих таблетках знаешь с ним говорить невозможно он просто валяется поэтому ну да такой такой был интересный мне сюрприз бедняжка мне жалко конечно но теперь больше так делать не будет что научился нет ну подожди на другой стороны никогда ты не знаешь как говорится где найдешь где потеряешь потому что откуда он знал что это так обернется я знаю вот ну как бы знаешь когда вы кого-то любите и они там по глупости что-то с собой делают то вы злитесь это нормальная реакция потому что вы переживаете вы волнуетесь нормально начинается мысли что все могло быть гораздо хуже да вот поэтому ничего заживет а мы ездили с детьми на экскурсию по городу у нас в городе в мобиле кстати очень хорошо развита инфраструктура для тех кто не знает это мобил это портовый город на берегу мексиканского залива у нас где строят корабли развитые нефти добывающие промышленные строят самолеты круизные лайнеры сюда приходят и от моего дома до пляжа 40 минут езды на машине тебе даже ближе по-моему да чуть-чуть вот и у нас есть автобусы для туристов которые показывают город есть можно на лодке посмотреть бухту мобил там на крокодилах я как-нибудь сниму надо будет съездить может быть надо что-нибудь как-нибудь запланировать вот и должна быть это четко спланированная операция и у нас есть также дак-тур вот так это утка а тур это как тур на таком автобусе который может и по суше и по воде и поскольку сейчас октябрь перед праздником хэллоуин они делают именно ночные туры по городу когда они рассказывают нам страшные истории которые произошли в этом городе 200-300 лет назад и потом так было интересно нам рассказ какую-то историю и мы едем по городу открыты вот эти окна и потом показывают в парк фонарем таким с красным лучом и говорит и душа этого Эстебана который был мошенником бандитом и вообще он привозил сюда был контрабандистом он табак сюда привозил там про эту историю про этого Эстебана и его душа ходит по улицам города раз и вот этот красный луч в парк а там стоит этот разбойник бежит я так поняла они значит нашли костюм людей нарядили их костюмы и они ждут определенное время что автобус проедет луч и нужно бежать и это и провезли провезли нас мимо кладбища рассказали одну историю как там одного парня засудили и он сказал что я не совершал это преступление я не убивал своего друга и после моей смерти где бы вы меня не похоронили выросло гигантское дерево гигантский дуб и его хоронили в трех местах где бы его не похоронили вырастало дерево и то есть почему меняли могилу потому что они не хотели службу города чтобы люди видели что его осудили и предали предали смерти напрасно и в общем мы там останавливаемся и там кладбище гигантский такой дуб гигантский ветвистый и нам и нам сказали что около дуба его имя и что вот эта история правдивая и вот так потом какую-то историю про одну девушку рассказывали там кто-то воровал девушек и ну в общем то есть был киднепр настоящий убивал их но он просил за них приличную сумму с родителей а потом убивал да то есть потом их нашли мертвыми то есть там что-то даже не было как говорится всего этого как сейчас развитого и в общем одна из этих девушек в общем какая-то девушка там в красном она нам тоже в костюме была там бежала и кричала то есть если когда я детям изначально сказала мы едем на этот тур причем организовали это риэлторы то есть у нас в офисе они делают саббанту и все и в общем они организовали один раз у нас была поездка на лодке я сделала ссылка под этим роликом как риэлторы катались на лодке вы увидите индустриальный пейзаж нашего города и в чем одевались риэлторы так вот этот раз это было организовано для риэлторов я бы не поехала но я спросила можно ли я возьму своих детей потому что у меня вообще все заточено мое мировоззрение на то чтобы из них сделать людей и многие вещи мне самой неинтересны мне интересно только если я им что-то покажу и в общем я сразу купила билеты детей поставила в известность мы едем на такой-то тур они им очень понравилось то есть я пришла к выводу что у меня с джессовым было когда Ванька говорит я не хочу вдруг это будет неинтересно мы будем сидеть в автобусе в каком-то но потом им очень понравилось им понравилось это было с ветерком это были страшные истории красная лампочка еще там мелодию подобрали такую зловещую ты едешь и главное город украшен всеми декорациями хэллоуинскими пауки а тем более в центре города очень многие этих исторических старых домов всякие оранжевые фиолетовые огоньки пауки скелеты висят то есть создается эта прекрасная и ужасная одновременно атмосфера вот это вот и праздника и старины и мои дети были довольны билеты билеты на группоне можно найти посмотри группон возьми может быть с кем-нибудь пойдешь у тебя по расписанию что-то сложно сделать мы в следующую субботу 26 у сына премьера лена не сможет пойти она работает мне кажется так намного лучше в автобусе я когда такие туры делала в Новом Абриане это были ходячие туры то есть мы как минимум 5-6 миль находили а тут спокойно сидишь они все рассказывают вот может потому что я как не очень умный человек пошла на каблуках на эти туры зачем не понимаю но нет это надо иметь ввиду нет может надо смотреть здесь уже автобус нет я видела в Новом Абриане и на лошадях туры в повозке да это как ты сможешь вот так что нам нужно знаешь что запланировать поехать на Абриан на плантации туры как на плантации чего я знаю что я хотела там есть экскурсии где на кладбище привозят и музей вуду то есть там есть туры плантации этих старых особняков плантаторов плантаторов которые раньше удержали рабов все это рассказывается дом отреставрирован внутри но все сохранено как раньше жили люди в 19 веке так у нас здесь один такой дом есть Шарлот Хонда Конда мне там ролик делать не разрешили я дети и таскала то есть я тебе дам ссылку то есть это дом музей дом музей мне очень нравится история юга это конечно кровавая история знаете неприятная в некоторых местах но очень богатая интересными фактами и я обожаю вообще такие вещи поэтому особенно на Хэллоуин да надо спать спасибо а еще мы ходили смотреть фильм Джокер а да и как знаешь я там несколько раз плакала мне было так жалко этого Джокера мне было ощущение что я хочу его обнять такой интересный мужчина вот я вот видела густые брови его глаза то есть меня я видела человека которому не получил любви в детстве не получил любви и вот у него крыша едет еще этими таблетками его пичкают ты знаешь что в Америке есть клиники где даже лечить шизофрению или Альцгеймер не только рак и диабет специальной диетой когда человека сажают вот только вот свежевыжатые там овощи овощные там или фрукты соки да соки и только вот еда которая не проходила техническую обработку то есть ни мяса ни сахара ни муки но все равно надо питать организм только вот этими клиниками книга вышла то есть есть книга на эту тему и те которые санцгеймером потеряли память им вернулась память потом люди выходят могут выйти на работу то есть при аутизме при шизофрении то есть очень многое зависит от еды и то есть я не знаю когда я на Джокера это смотрела вот мне было очень жалко когда я смотрела мне он очень понравился я так смотрела я бы его обняла вот и тебя вспомнили в середине фильма значит мы сидим с Ванечкой я ему некоторые моменты объясняю сначала Ванечка не понял почему Джокер когда был очень сильно расстроен он залез в холодильник он разделся залез в холодильник а Ваня говорит зачем он это делает я говорю потому что он хочет умереть то есть он настолько хочет отключиться от мира он не знает что еще делать и была там ситуация когда Джокер развернулся и пошел и он врезался в стеклянную дверь я поняла больница и Ваня говорит ой какой дурачок кто в стеклянную дверь врезается я говорю Ваня я у Лены ролик делала у нее была такая чистая стеклянная дверь а там я вижу двор я тут со своей камерой я бом так что я во время просмотра фильма вспомнила тебя и Ваня так да я говорю да а я это Это совсем не то. Я знаю, мне говорили, что это абсолютно не такое. Да, это не Марвел, мови. Я люблю Марвел, я не люблю DC, понимаешь? Все эти, именно герои в самих, Бэтмен, Джокер, мне это не очень интересно. То есть этот фильм, он совершенно по-другому построен, в моей семье тоже никто не любит этих всех супергероев, потому что все строится очень легко, что будет один супергерой, который всех вас спасет. Получается, значит, мы себя спасти не можем, мы, как говорится, твари дрожащие, нам нужен супергерой. Это такой добрый раскольник. Да, получается, кстати, я слушала одного психолога, он разобрал, что на самом деле Раскольников, это был шизофреник, что Достоевский на самом деле это все прекрасно показал и доказал, и почему и как. Мы вернемся к Джокеру, то есть нам показали, что почему он таким стал, потому что у него мать уже была психически такая, она его так воспитывала. Всякий раз, когда он хотел быть юмористом, она все время его опускала, она говорила, что, говорит, разве смешной? Она с детства ему внушила, что его отец большой человек богатый. Но на самом деле это было не так, и он верил, что этот человек их бросил. А потом он в дальнейшем, когда узнал правду, когда его этот человек там оттолкнул и ударил, говорил, твоя мать психичка, психопатка, она тебя взяла, усыновила. И, в общем, он потом попадает где-то эти все документы, психиатрическая лечебница ворует, он узнает, что у него действительно проблемы шизоидные, и что у него была ситуация, что у него неконтролируемый смех – это болезнь. И почему он тогда начинал смеяться, а люди на него смотрели, люди его ненавидели, думали, что он придурок какой-то, или он специально над ним издевается. Но он просто не мог установить этот смех, у него была травма. Мне кажется, это как Туретт, только одна из версий Туретт. Потому что люди стараются с синдромом, они либо матерятся, то есть они выкрикивают, не могут контролировать, да, либо они просто… любое неконтролируемое что-то, что выходит изо рта. Я не специалист, конечно, но мне кажется, это очень как брат и сестра, то, что у него было, я иду рад, понимаешь? Да. Просто такая… оно так себя показало в нем. Ну, в общем, он когда понял, что это с ним произошло, потому что он узнал, что у него была какая-то травма, а по нему была какая-то была травма, потому что у него там на спине как бы кости были неправильно сросшиеся у него, как бы вот с каким-то горбом небольшим был, что ли. Но суть в том, что… То есть, получается, скорее всего, это его мать, и этот ее какой-то бойфраг его избили, так ему отбили голову, что он потом… Он сам не помнил часть своего детства, часть своей жизни. Вот. И вот, конечно… Фильм тяжелый, но я советую посмотреть. То есть, очень много фильмов так знаешь, так посмотришь, ты не досмотришь, как ерунда, невозможно. А это психологические фильмы. Получилось так, что он не пытался, он не хотел там никакого бастания поднимать. Это просто… Это так выглядело. Он убил… Первое его убийство было, он защищался. На него напали три богатеньких парнишки. И то, потому что он начал сменяться, он не мог остановиться. Они думали, что он над ним издевается. У него был просто… Это было не просто сменение, это был приступ, как вот… Не можешь остановиться приступ. И при нем был пистолет, он их убил. А почему-то все начали раздувать. Это, знаешь, как газеты раздувают, что чернь поднялась против золотой знати, золотой молодежи. И потом все стали одевать маски. Подумываю, о, действительно, золотая молодежь взорвалась. И все стали покупать маски. И все пошло. То есть, на самом деле, он не пытался быть лидером. Это, получается, его сделала лидером толпа. То есть, а у него никакого не было плана. Он просто защищал свою жизнь. Ты слышала про такое злое проклятие Джокера? Нет. То есть, актеры, которые играют Джокера? Нет. Потому что это очень тяжелая психическая роль. И очень многие актеры, которым доверяются, это они, как называемые, характерные актеры. То есть, они вживаются настолько, и они остаются в этом персонажи на протяжении всего съемочного процесса. Допустим, Хейт Лейлер, который получил за это Оскар, уже после своей смерти, он заперся в комнате отеля на месяц, чтобы приготовиться к этой роли. И его просто, как бы, интервью и так далее, на него-то очень повлияло, психически это роль. Джаред Лиетто, который участвует недавно, я не знаю, по-русски назывался в прокате, Suicide Squad фильм, когда он такой, весь зеленый волосами, как бы, ну, в стопировках, ты не смотрела, да? Я посмотрела трейлер, превьюшку, и... Он вообще, как бы, у него пошло легкое помытнение, он тоже самое, как бы, очень вошелся в роль, да? Группа самоубийц. То есть, Suicide это самоубийца, а Squad это как группировка. Ну да. И... Он своим, там, по... Другим персонажам, другим актерам, да? Он, там, прислал им, там, голову свиньи, там, крыс, использованный тампоны по почте. Он просто... Ну, они его реально боялись на протяжении дней, а, съемок. И вот сейчас Hawking Fenix, он вообще актер такой, очень... Он выбирает... Который тебе так понравился, да? Этот актер, он выбирает всегда такие роли, которые не коммерческие. Понимаешь, что там у него фильмы всегда такие... Он всегда вживается конкретно. Я вот читала его интервью про Джокера. На него тоже это очень сильно повлияло. Мне пришлось на антидепрессанты садиться после того, как он этот фильм снял. У меня такое ощущение, что ты серьезно подготовилась к сегодняшнему видео. Нет, честно, я... Я просто... Я люблю кино, и я когда вот на своих дежурствах 12 часов сижу, я читаю там... На веб-сайтах там разные, абсолютно рэндом, как бы, ну... То есть на дежурстве можешь открывать интернет и что-нибудь читать? Да. Поэтому я как бы... У меня любимый веб-сайт называется Listverse, там... Топ-10, там... И прошло история, там... Разные... Там интересных фактов по кино, интернет... Я сижу и читаю. Поэтому... Да. Я даже забыла, что говорила, что хочешь про Джокера сказать. Там у меня просто... Мы с Леной заранее говорила. Мы с тобой можем запишем видео, расскажем. Я собиралась и сказала ей, ты мне расскажешь, что у тебя было. Я тебе расскажу, что у меня было. И я надеюсь, уже быть 30 минут держим ваше внимание. Теперь ты должна рассказать про интернациональный фестиваль. Греческий, да. Я пошла первый раз в мобиле на греческий фестиваль, да? Он шел три дня. Он шел три дня. Я смогла только один день пойти, последний. Вот. И... Заранее скажу, что он проходил православной греческой церкви. У нас на весь город одна православная церковь, греческая. Служба ведется там на английском языке. Да. Да, но когда поют там очень наше, оно на трех языках. Английский, греческий еще какой-то. Русский, что ли. У нас некоторые русские туда ходят. Поэтому, если вы думаете о том, что переехать в мобиле, имейте в виду, что первое место, где вы можете встретить русских, это греческая православная церковь. И я также под этим роликом дам ссылку на видео, которое я снимала во время русского фестиваля. Ты не смогла попасть, потому что ты работала. Или работала, ну, вообще. Или это было принцип. Ну, что-то такое, то есть ты не смогла прийти. Вот. Так что русские здесь тоже отмечают, делают свой фестиваль. Да. И тоже в этой же церкви. Но самое важное, что это была сплоченность. То есть люди должны наготовить, приготовить концертную программу, да? Да. Да. Там скрипач был, была даже вся как бы бэнд, группа музыкальная. И получается, было, конечно, немножко дорого, честно, за еду. Сколько сейчас стоит вообще вход? Вход был платный? Окей. Вход, по идее, пять долларов, да? Но последний день он бесплатный был вход. Ага. И людей дошло дофига. Я не заметила ни одного русского. То есть приходили американцы? Американцы, именно американцы. Греки, они там были тоже, конечно, но американцев было дофига. Потом южане, которые там не особенно, знаешь, привыкшие к другим культурам, другим национальностям. То есть они все перли, им все было очень интересно. У них есть, у них было там маленькое меню, не очень большое, как бы нормально, знаешь, там 4, 4 что ли, разных блюда. И дофига десертов, конечно. Я ничего не могла, потому что большинство десертов было с медом. У меня, наверное, аллергия всю жизнь. Это очень несправедливо. Но я вот, а муж тебя называет медовая хани по-английски или нет? Нет. Потому что многие хани, 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 ай лов ю. Хани, сладкая моя, сладкая. Слушай, у меня недавно в одном ресторане было, и меня официантка, которая была, меня моложе, она мне называла бэби. Как? Я не знаю, меня это бесило. Я не могу. Ну ты ее ж это... Я ей, когда я чаевые оставила, я ей бумажки напишу. Написала кастомеров, ну клиентов бэби не называй. И восклицательный знак написала. Ну я не знаю. Это южно, ну понимаешь, ну не знаю, не могу. У каждого свои заморочки. Не, не. В общем, там была очень... То есть баклава, да? Какие-нибудь, наверное, эти всякие... Хлорост, да? Не хлорост, это эти маленькие шарики, знаешь, из теста, которые с медом и которые медом облиты. Мед с медом? Мед с медом. Там даже страшно представить, как это было сладко. Я увидела, там, они продавали и пиво, и вино, и греческое кофе. Я поперла греческого кофе сразу. Заказала себе черный кофе и говорю, она меня спрашивает, сахаром или нет. Я говорю, без сахара. Она посмотрела, знаешь. Вы уверены? Без сахара? Я говорю, да, я черный пью кофе. Она такая, м-м-м, окей. Короче, она мне кафе не приготовила. Это было самое горькое. Самая горькая вещь, которую я в жизни пробовала. Но это было настолько все равно вкусно. После первых двух водков пошло хорошо. Даже без сахара. Но я теперь понимаю, почему он на меня так вылупывает, знаешь, то, что все остальные с сахарами. Пришлось для меня отдельно делать, знаешь, бэдж, потому что вот такая пришла, такая FIFA без сахара. Знаешь, я думаю, сейчас мы кофе пьем без сахара. Без сахара, без молока. Да-ка. Вот этот, с орехом, вкусный сам по себе это кофе. Я на что вообще не поняла? Написано, что вот на упаковке этого кофе орех, южный орех, льного орля. Но его же кофе в орляне не выращивают. И они откуда-то получают кофе и мешают с чешуей грецкого орена. Наверное, да. Наверное, компания, которая это все, да. Также, я с Ларисой, мы с ней не могли понять греческий кофе, они пытались продавать греческий кофе, да, в упаковках. Мы стояли, думали, а как так, неужели в Греции как бы есть кофе, ну, растет кофе. Почитали, как бы, да, на упаковке, да, в Афинах это кофе сделано, а потом в Нью-Джессе его упакуют и во всей Америке. Поэтому нужно поучиться еще. Знаешь, никогда не знаешь, как бы. Какая была греческая, там, наверное, была, не знаю, баклажан, баранина, да? Что там было? Да, я в себе взяла как маленькие тефтели, да, сделанные из баранины и мяса, с мятой и специями и с этим йогуртовым соусом, что-то, да, а потом вот это вот, я себе это выбрала, дали еще рис, дали греческие зеленые бобы, да, и вот эта вот спинакопия, значит, маленький пирожок со спинатом внутри, из слоеного теста. Спинакопита, шпинак, шпинак, шпинакопита. что-то такое. И мне это обошлось в 14 долларов и маленький греческий салат еще в 4 доллара, то есть 18 баксов плюс вода. То есть, как в ресторан, как в ресторан сходила? Да. Там у них, конечно, было на улице, там у них было два вида меню, внутри ты заказываешь или на улице, там все эти джайрон, да, там вот именно как пирожки и так далее, ну, чтобы просто с собой прийти купить, с собой взять. А, понятно. Вот. И народу было, опять же, говорю, дофига. Мне сказали, что из-за плохой погоды на второй день этого фестиваля практически вообще никого не было. Поэтому все поперлись в последний день. Тем более, мне кажется, поэтому они сказали бесплатный вход. Еще последний день был в субботу, а также четверть-пять это суббота. Да. Разумеется, когда выходной люди смогут пойти в основном выходной. Ну да. Вот. Мне вообще понравилось. Мне нравится еда греческая, обожаю просто эту еду. Мне было интересно зайти в эту церковь. Я человек не религиозный, но церковь, конечно, красивая есть. Даже она православная, но отличия, конечно, между нашими церками там есть. Понятное дело. Допустим, я не знала, что они заходят и перед тем, как заходить в само помещение, да, в зал, они должны свечку зажечь именно там вот в подсобнике. Знаешь, когда заходишь? Вот. Я этого не знала. и у них скамейки стоят по всему зданию, да, то есть они сидят во время службы, не как мы стоим. И нет такого, что с покрытой головой и женщина в юбке там, или видимость в юбке, да, то есть немножко по-другому. Но красиво, все равно красиво. Достаточно близко к нашему, чтобы ты понимаешь, почему русские тут, знаешь. как бы что-то лучше чем ничего. Правильно. Правильно. Я надеюсь, вам понравились наши посиделки. Заряжаем вас на хорошее настроение. Я отправлю русские в Америке по философству в папку канала. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ну вот, застряла. Еду делать open house. Вот что у меня за кадром получается. Жду, когда поезд пройдет. в секрет Holiday уже соединяю. То есть, не эспектом. Телеком может быть enorme, но там вы 呼ぶ mist Пários вас Продолжение следует...